И еще хочу рассказать о том, что мой сын боится шумопылесоса, швейной машинки, любой другой техники. Но благодаря Давиду эта проблема уже потихонечку уходит. Но, к сожалению, он зачастую зацикливается на каком-либо предмете и длительное время рассматривает его. Невозможно предмет у него забрать, разве что можно обменять на что-то другое, более интересное для него. Ну и тут в один день после сеанса он так пристально рассматривал железную прихватку от мульти-печки. А я решила проверить его. Принесла швейную машинку, включила, он так всплакнул, пришел ко мне, взял мою руку, положил мне в ладони ту железную прихватку и отвел меня от швейной машинки. То есть он уже готов отказаться от того предмета, на котором он так зациклен, не взяв в замет ничего, кроме тишины. А еще мой малыш теперь чаще смотрит в глазки и при этом даже может улыбнуться. И не только мне причем. А также во время прогулки мы теперь видим птиц. Раньше ему показал, он не видел, а теперь ее видит. Ему нравится, как они взлетают, он так радуется. А также теперь, когда к нам приходят гости, он наблюдает за детками, как они играют, что они делают. Раньше он убегал в другую комнату, и у него никто ничего не было интересно. А теперь он наблюдает. И мы пошли в гости, кстати, и он себя хорошо ввел, сидел спокойненько. Там мальчик сел на мотоцикл, он так шумел, как пылесос, если не громче. И моего малыша это ничуть не расстроило. Он даже наоборот заинтересованно так наблюдал этим мотоциклом. То есть проблема с шумами у нас уже отходит на второй план. Это меня очень радует. А также ему на Новый год подарили такой грузовичок, у него такой шумный моторчик. Но сразу ему не понравился этот звук, и я убрала эту машину. Недавно я ее спустила. Он даже ничуть не расстроился. Он только обрадовался, что у него что-то новенькое появилось. И этот шум его не расстроил, он наоборот заинтересовал, наверное. Ну и на ПК-месь все. Такие наши успехи. Хочу поблагодарить Давида за все, что он для нас делает. Спасибо вам большое, Давид. За то, что вы есть, за то, что вы нам помогаете. Просто не знаю, как выразить все то, что он в душе. Спасибо большое.